Приветствую тех, кто только что к нам присоединился. Мы продолжаем говорить вместе о главном. Автоматизация нового поколения в Лукоил Западной Сибири идет внедрение инновационных расходометров. На предприятиях их начали устанавливать год назад. Например, в Покачах освоили приборы под названием Эмис. О плюсах расскажет Ксения Еланская. Она побывала на производстве. Вот она новинка, которая значительно упростила работу нефтяников. В Покачевнефтегазе в первую очередь измеритель Эмис установили в пятом цехе. Здесь прибор работает уже год. Один агрегат смог избавить специалистов от обслуживания сразу трех элементов системы. Канули в лету газовая заслонка, турбинный расходомер и сепарационная емкость. Бывают такие частые моменты, что производится клин тора, то есть турбинного объемного расходомера. Также зависает регулятор расхода. И если, допустим, регулятор расхода не закрывается, то жидкость, она также протекает, но бывает погрешность в замере. Первыми, кто ощутил удобство в использовании нового прибора, это операторы по добыче нефти и газа. Именно они контролируют работу оборудования на кустовых площадках. В их числе и сурад шагберов. С внедрением Эмиса времени на штатное обслуживание у него стало уходить меньше. А значит, его появилось больше для других объектов цеха. Напрямую все данные по каждой скважине, которая замеряется, 9 скважин передаются по телемеханике на диспетчерский пункт. Массомир Эмис облегчил работу не только операторам. Например, технологи цеха тоже ощутили преимущество новинки. Она избавила их от неточностей в работе с так называемыми проблемными скважинами. На балансе ЦДНГ-5 есть артерии с низким газовым фактором. Высчитать количество голубого топлива на них предшественники не могли. Инновационный прибор теперь определяет этот показатель с точностью до 95%. В связи с этим в телемеханике иногда не откладывались замеры. И, конечно же, получалось так, что оператор ездил в куст, проверял подачу, полный расклад делал по скважине. Сейчас данной проблемы нету, как в телемеханике мы все видим. Модель массомира Эмис, которая установлена на 412-й кустовой площадке, способна в сутки просчитать максимум до 300 тонн. Минимальный показатель – 300 килограммов. Сегодня на предприятии уже работают три таких прибора. Работа Эмиса изнутри выглядит примерно так. В нем находятся две чаши, которые по мере наполнения сменяют друг друга. Вся жидкость скапливается в общем сосуде. Когда в последнем набирается 10 килограммов, импульс отправляет показания технологам в цех. Щетчики нового поколения Эмис Мера 300 были внедрены на площадках 412-417 пятого цеха в прошлом году. Проходили опытно-промышленные испытания. Испытания показали, что данный счетчик работает на порядок увереннее, чем наша обычная схема – замерная емкость, массомеры и все прочее. То есть он тоже массомер, но ему уже не нужна сепарационная емкость. Точное измерение сразу всех составляющих только что добытых из недр углеводородов – главная особенность прибора. Предыдущие образцы высчитывали газ, нефть и воду по отдельности. Причем за каждый элемент отвечал отдельный прибор. Теперь с этими всеми задачами справляется один Эмис. Вкратце суть вот в чем. Существует необходимость учета добываемого продукта на самом первом этапе, сразу же после его извлечения из недр. Для этого применяются автоматизированные групповые установки замера. Измерение добытой только что нефти позволяет недропользователям проводить множество подсчетов и делать прогнозы. Например, определить обводненность той или иной территории. В случае со специалистами покачев нефтегаза в этом им на помощь пришел Эмис. До конца текущего года на предприятии планируют установить в общей сложности 20 приборов. Такие же расходомеры внедрены на месторождениях Когалым, Лонгипас и ПОВ нефтегаза. В Урае используют аналогичные счетчики, но уже другого образца. Ксения Еланская и Михаил Адвахов. Специально для программы «Вместе о главном». Продолжение следует...